На этом уроке вы научитесь создавать фотографии и панорамы будущих интерьеров. Полученные материалы с легкостью можно использовать как для работы с клиентами, так и в рекламных целях. В этой части урока мы рассмотрим, как создавать фотореалистичные изображения. Будем использовать уже настроенный проект. В первую очередь выбираем хороший ракурс. Используйте инструменты, которые мы с вами изучали в предыдущих уроках. Далее, в правом верхнем углу экрана нажмите на иконку фотоаппарата. Можно использовать также горячие клавиши Ctrl плюс P. Выбираем разрешение фотографий. Рекомендуемое разрешение Full HD, но можно выбрать и на свое усмотрение. Чем выше разрешение, тем качественнее получите итоговую фотографию. Часть экрана, ограниченная желтой рамкой, это та область, которая попадет на фото. Все, что за пределами рамки, на фото видно не будет. Чтобы такая рамка отобразилась, должны стоять галочки напротив полей, показать видимую область и разместить внутри кадра. Размер области можно менять самостоятельно. Для этого наведите курсор на поле «Ширина» или «Высота» и покрутите колесо. Также можно использовать ручной ввод с сохранением пропорций. Для этого нажмите на скобу напротив размеров изображения. Она станет активной. Далее вводите значение параметра «Высоты» или «Ширины». Второй параметр автоматически подстраивается. При стандартных значениях фотография имеет горизонтальную ориентацию. Вот так. Для того, чтобы получить вертикальную ориентацию, скобу нужно отжать, повторно кликнув по ней левой клавишей мыши. Ввести значение высоты больше, чем значение ширины. Например, введем ширину 1080, высоту 1920. Так выглядит вертикальная ориентация. В поле «Имя рисунка» по умолчанию отображается порядковый номер фотографии. Можно ввести свое название. Разрешение печати устанавливаете 200. Тип файла стоит по умолчанию JPEG, но можно использовать и другой формат из выпадающего списка. Обязательно стоит галочка «Использовать модуль визуализации». Далее нажимаете «Сделать снимок». Процесс готовности изображения можете отследить через поле индикатора в правом верхнем углу. Время готовности визуализации определяется параметрами, которые вы установили в настройках основного режима. Это время выдержки или количество проходов. Для того, чтобы посмотреть готовое изображение, нажмите левой клавишей мыши на стрелку справа от иконки фотоаппарата. Выберите «Открыть папку со снимками». Фотография автоматически сохраняется в нашу программу, в папку «Снэпшотс». А теперь посмотрим, что получилось. Полученное изображение можно отправлять клиенту при помощи любого мессенджера – почта, WhatsApp, Viber и т.д. Также изображение можно использовать для рекламных целей, для публикации на сайте, в соцсетях, для изготовления буклетов. Из папки «Снэпшотс» изображение можно пересохранить в любую другую папку на ваше усмотрение. Кроме фотографий, наша программа позволяет создавать панорамы. Это инструмент, благодаря которому ваш клиент сможет осмотреть каждый уголок проекта на 360 градусов. Создается панорама также из режима 3D. Как и при создании фотографий, для панорамы очень важно выбрать исходную точку, вокруг которой и будет создана панорама. Стандартной является точка из центра. Выбираете вид при помощи кубиков вида. Далее нажимаете на иконку «Камера в центр». Вы автоматически окажетесь в центре проекта. Теперь покрутитесь вокруг себя, оцените расположение исходной точки. Если камера стоит впритык к какому-либо объекту, то лучше немного отодвинуться. Для этого используйте стрелки на клавиатуре. Вот так. И снова покрутитесь. Выходить за пределы проекта нельзя, иначе клиент увидит фоновое изображение вместо своей будущей комнаты. В такой ситуации достаточно переместить камеру. После этого левой клавишей мыши нажимаете на стрелку рядом с иконкой фотоаппарата. Выбираете «Создать панораму». В поле «Название» по умолчанию отображается порядковый номер. Можно ввести свое название. В поле «Размер» нужно выбрать «Заданный» и внести значение в поле «Ширина и высота». Рекомендуемые значения для ширины 3840, для высоты 2160. Для получения более высокого качества изображения можно установить значение ширины 8192, высоты 4096. При выборе размера старайтесь соблюдать соотношение 1 к 2. Тип панорамы в PB Renderer – «Сферическая панорама», установлены по умолчанию. Далее ставим галочки «На весь экран», «Приложение» и «Файл». Нажимаем клавишу «Создать». Процесс изготовления панорамы длится дольше, чем при создании фотографии. Степень готовности отражается также через индикатор в правом верхнем углу экрана. Чтобы посмотреть готовую панораму, нажмите на стрелку справа от иконки фотоаппарата. Далее «Открыть папку со снимками». В строке информации выбираете «Керамик 3D». Находим папку «Панорама» и заходим в нее. Открываете свою панораму двойным левым кликом. Панорама состоит из нескольких файлов разных форматов. Один файл в формате JPEG, изображение помещения, и файлы в формате cp3-pano и exe. Удалять файлы или переименовывать нельзя. Для того, чтобы посмотреть панораму, кликаем два раза левой клавишей мыши по файлу в формате exe. Открывается окно просмотрщика панорам. Для удобства увеличиваем на весь экран. Далее наводите курсор на проект и, зажимая левую клавишу мыши, двигаете мышкой. Согласитесь, так проект можно рассмотреть с любого ракурса, и для клиента это будет гораздо более информативнее, чем фотография. Панораму можно просматривать не только здесь и сейчас, но и отправлять клиенту с просмотром на любом носителе. Как это сделать, мы с вами рассмотрим на следующем уроке. Поздравляю! На этом уроке вы научились создавать фотореалистичные изображения и панорамы интерьеров в режиме реального времени. Если ранее этим занимались исключительно визуализаторы, то сейчас это сможете сделать и вы. Желаем вам удачи и до встречи на следующем уроке.